Взгляд ареста Санжа нужно рассматривать в контексте Венесуэлы. Л. Ареста Санжа нужно рассматривать в контексте Венесуэлы. 11 апреля 2019 года, 18.30 фото, Хенри Николс, Ройтез. Уже появилась конспирологическая версия, почему основателя Викиликс лишили убежища именно сейчас. Якобы он начал собирать компромат на президента Эквадора. Если это правда, впору присуждать Асанжу премию «Слабоумие и отвага-2019». Джулиан Асанж сегодня был лишен дипломатического убежища в лондонском посольстве Эквадора и практически тут же взят под стражу. Убежище его лишал практически лично эквадорский президент Ленин Марино, сообщив об этом в видеообращении. Асанж, стоит напомнить, пребывал в посольстве с 2012 года. Но уже в самом начале этого великого сидения было понятно, что, скорее всего, все закончится именно так. Потому что ситуация была поистине тупиковой. Ордер на Асанжа выписала прокуратура Швеции, а британская полиция прислушалась к мнению шведов и обещала помочь. Вот, собственно, и помогла. При этом на текущий момент имеет место две версии задержания сооснователя Викиликс. По одной из них, Асанжа попросили покинуть помещение, а на улице его уже ждали полицейские. По версии, которая озвучена на сайте Асанжа, полицию просто попросили войти в здание посольства и забрать его. Резонанс от истории получился масштабный. И глава британского МИДа, и министр по делам Европы и Америки выступили с поздравлениями, благодарностью и в том духе, что давно уже было пора. Российская сторона в лице Марии Захаровой высказалась, что рука демократии взяла за горло свободу слова. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал более сдержанно, выразив надежду, что по отношению к Асанжу будут соблюдаться все правовые нормы и стандарты. Впрочем, большинство тех, кто наблюдает за этими драматическими процессами, считают, что очень скоро Асанж окажется в США, где ему светит весьма и весьма солидный приговор. Некоторые говорят уже о 40 годах тюремного заключения. Сам виновник торжества правосудия уже заявлял, что в США его вообще может ждать смертная казнь. Хотя, учитывая степень общественного резонанса и неоднозначность фигуры создателя Викиликс, до высшей меры, скорее всего, дело не дойдет. Стоит вспомнить, что Асанж это тот человек, благодаря которому были обнародованы десятки тысяч, а то и больше секретных документов, которые в самом неблаговидном свете выставляют Соединенные Штаты, да и многие другие государства. В общем-то, именно поэтому все семь лет Асанжа и караулили у здания посольства Эквадору, не давая ему уйти. Для многих государств он абсолютно точно преступник и вообще глобальная опасность, символ того, что любые секреты и тайны могут быть преданы огласке. Чего ни одно, даже самое декларативно-демократическое государство не любит и позволять категорически не намерено. А вот для определенной части общества Асанжа это символ свободы, публичности, прозрачности и борьбы против двойных стандартов. В общем, хрестоматийный борец за свободу информации. За абсолютную свободу. С другой стороны, уже появилась конспирологическая версия, почему основателя Викиликс лишили убежища именно сейчас. Якобы он умудрился начать собирать компромат на президента Эквадора. И если это правда, то впору присуждать Асанжу премию слабоумия и отвага 2019. Но скорее все проще. Видимо, президенту Эквадора были сделаны предложения, в том числе и со стороны США, от которых нельзя было отказаться. В контексте происходящего в Венесуэле политическое решение Ленина Марино выглядит весьма логично. Потому что Венесуэла от Эквадора не то чтобы уж очень далеко. Есть, правда, некоторый шанс на весьма нетривиальное продолжение всей этой истории. И Асанж, и оставшиеся на свободе авторы Викиликс сообщали, что у них есть некие компрометирующие материалы, которые они опубликуют в случае ареста. Но есть ли эти материалы, или это был блеф от безысходности теперь покажет только время. Впрочем, как бы там ни развивались события, уже сейчас понятно, что история свободы в сети и цифровой свободы в принципе прошла еще одну, не самую приятную, веху. Как ни крути, Асанж все же был человеком символом. Впрочем, он остается таковым и сейчас. И дополнительно символикой обрастает арест цифрового революционера и борца за свободу еще и потому, что полиции его выдал человек с именем Ленин. Европейская полиция здесь тоже выглядит весьма характерно. А Британия это до сих пор Европа. Ждать истеречь годами одного то ли хакера, то ли просто редактора, когда по европейскому пространству чуть ли не торжественно маршируют террористы и экстремисты всех мастей, а сами теракты стали веи событий. Это сильный ход с точки зрения престижа профессии и образа эффективной правоохранительной системы. И, как грустно шутят некоторые авторы телеграм-каналов, теперь ждем рассказов про то, что во всем виноваты Путин и гру. И в этой шутке, кажется, слишком малая доля шутки. Субтитры создавал DimaTorzok